И сейчас на прямой связи со студией постоянный представитель России пресс Владимир Чижов. Владимир Алексеевич, спасибо, что нашли время. Как бы Вы оценили итоги встречи в Брюсселе и кому из сторон пришлось, по Вашей оценке, пойти на большие уступки? Это, конечно, компромисс. Но боюсь, что больше всего придется в итоге уступить греческому населению, которую ждет очередная волна экономических проблем, связанных с сокращением реальных доходов, связанная с ухудшением ситуации на рынке труда и так далее. Вот формально решение принял саммит стран Еврозоны, но на самом деле, как мы все видели, договориться хоть о чем-то удалось только после того, как уединились втроем Меркель, Аллант и Ципрос. Вот по Вашим наблюдениям, это обычный для Евросоюза способ принятия решения, когда остальные выполняют такую своеобразную роль декораций? Строго говоря, их было четверо. Был четвертый еще Дональд Туск. Во многом позиция франко-германского тандема является в подобных ситуациях определяющей. А в данном случае, я думаю, что главной все-таки была позиция Берлина. Как известно, еще недавно, и это уже теперь стало достоянием гласности, где в Берлине всерьез рассматривали вариант, ну пусть временного, на пять лет исключения Греции из Еврозоны. То, что в достигнутом сегодня утром компромиссия прямого упоминания об этом нет, это вот результат тех серьезных переговоров, которые шли в подобном узком формате. Ну а вот по Вашей оценке, какие уроки из греческого кризиса может извлечь Украина, если учесть, что Греция это 11 миллионов населения, Украина 45 миллионов? Ну я думаю, первый урок лежит на поверхности. Легких денег из Европы ждать не следует. А второй, более серьезный урок. Стоит задуматься, надо ли так, как говорится, не оглядываясь, стремиться к дальнейшей интеграции с Европейским Союзом. Имидж Евросоюза в результате нынешнего серьезнейшего кризиса, я бы сказал, самого серьезного за последние десятилетия, он, конечно, не улучшился. Если сравнивать с последним аналогичным кризисом, когда провалился проект Евроконституции в результате референдумов во Франции и в Нидерландах, и тогда работа переключилась на то, что стали называть бледной копией Евроконституции, Лиссабонский договор, но тогда речь шла о том, что не удался шаг вперед. А сегодня, по большому счету, мы наблюдаем Евросоюз, делающий шаг назад в процессе евроинтеграции. Спасибо большое, Владимир Алексеевич. На вопросы вести отвечал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Спасибо. Спасибо.